Так, никого не забыли? Богдана не вижу. Богдан, ты идешь? Так, теперь, кажется, все, кто сегодня присутствует, Церковь, давайте мы прострем наши руки, благословим и помолимся за наших детей, благословим сегодняшнее служение, детское их общение. Давайте помолимся. Святый, дорогой Господь наш, мы взываем Тебе и благодарим Тебя, Господь, за этот день, за это время. Мы говорим Тебе спасибо за наших деток, Господь, за это благословение в нашу жизнь. Боже Святый, мы просим Тебя, держи, пожалуйста, их в Своей руке, возьми их и не отпускай. Господь, пусть каждый момент времени они будут вместе с Тобой, пусть взор Твой будет всегда обращен на них. А воочи, мы просим Тебя, благослови их, пожалуйста, во всех сферах их жизни, Боже, поднимай из них, Господь, Твоих служителей, Твоих евангелистов, проповедников, Господь, великих предпринимателей, госслужащих, врачей и учителей, Господь, пусть на них исполнится тот план, который Ты приготовил для них. Господь, где бы они ни находились, пусть они только славят Тебя и прославляют Тебя. Пусть, Господь, они станут настоящим, живым и чистым письмом, Твоим письмом этому миру. Мы молим, Господь, благослови, пожалуйста, сегодняшнее детское общение, Господь. Благослови, пожалуйста, учителей их, пусть через них льется река живой воды в их жизнь, Господь. Иисус, мы призываем и приглашаем Тебя на общение вместе с нами. Мы уповаем на Тебя, Господь, и все даем в руки Твои, и молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет Аминь. Аминь. Детки, будьте благословенны. У Богдана есть золотой стих. Господу Богу нашему будем служить, и голоса Его будем слушать. Молодец. Богдану можно поаплодировать. Аминь. Слава нашему Богу. Чудесная хвала сегодня, правда. Чудесное прославление. Чудесное Божье присутствие. Слава Богу, когда Бог с нами. Слава Богу, когда Бог в нас. И слава Богу, когда мы в нем. Я хотел бы прочесть одно место. Мы помолимся, и я буду открывать сегодняшнюю тему. Псалом 146. С первого и по одиннадцатый стих включительно. Сегодня наша тема касается хвалы. Сегодня у нас была чудесная хвала. И смотрите, что написано про то, чтобы нам хвалить Господа. Хвалите Господа, ибо благо пейте Богу нашему. Вот для чего нам надо хвалить Бога? Потому что написано это сладостно. Аллилуйя. Сладостно хвалить Господа. Ибо это сладостно хвала подобающая. Вот у нас сегодня была хвала подобающая. Слава нашему Богу. И вы знаете, когда мы прославляем Бога, когда мы хвалим Его, приходит сладость, приходит наслаждение, приходит услада, приходит чувство счастья, приходит какое-то возвышение. Господь сам начинает созидать. Со второго стиха. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Во время хвалы Бог исцеляет сокрушенным сердцем. Во время хвалы, когда мы хвалим Господа, Бог врачует наши скорби. Исчисляет количество звезд. Все их называют именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу. Слышали сегодня словословие? Когда вот так вот, в таком вот многообразии, многоразличии, несколько голосов воспевает, и вроде бы кажется какой-то хаос, ну, с другой стороны, это очень прекрасно. Когда это от чистого сердца, когда это искреннее, это словословие Господу. Поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произвращает на горах траву и злак на пользу человеку. Дает скоту пищу его и птицам ворона, называющим, вызывающим к нему. Не на силу коня смотрит он. Бог смотрит не на силу наших Мерседесов, не на силу наших Рено, или Пежо, или Тойот. Не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь кому? Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Кто-нибудь может сказать аминь? Аминь. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Сегодня прекрасный день. Сегодня я встал в 6 утра, вышел на берег моря, встретил солнце. И вот это осознание того, что солнце – это всего лишь слабое отражение Божьей славы. Слабое отражение. Потому что, когда мы прием в Иерусалим, лицо Иисуса Христа будет сиять, как написано, как тысячу солнц. Аминь или не аминь? Слава Иисуса Христа, она прекрасна. И сегодня тема моей проповеди – домогаться славы не есть слава. И это написано в притчах, 25 глава, 27. И, конечно же, имеется в виду, что когда кто-то домогается и ищет свои славы, но это не есть слава. Мы это называем че славе, то есть поиск славы для себя. Но почему-то так хочется кого-то славить, да? Хочется иногда хвалиться. И вот сегодня я об этом. Чем хвалимся мы? Люди, человеки. Мы хвалимся, вот как написано, силою своего коня. Мы хвалимся своими мышцами. Мы можем хвалиться своим интеллектом, высотой своего IQ. У кого нет высокого IQ, тот хвалится, что у меня зато силы. Сильная, очень быстрая оперативная память. У кого и того нет, тот может хвалиться там чисто, что я тебя там зато завалю где-нибудь в темном углу. Ну пусть я в споре не победил, зато там уж тебе. Мы по-любому, даже не догадываясь, мы хвалимся своими детьми, мы хвалимся своими родителями, мы хвалимся своими знаменитыми родственниками, соседями. Мы хвалимся, чем мы только не хвалимся. И, вы знаете, сегодня я хотел просто поразмышлять, чем хвалился когда-то апостол Павел. Вот, казалось бы, апостол Павел, это на то время, ну, это такая неординарная личность, это высокообразованный человек, вот ему можно было бы хвалиться, то есть он мог бы сказать, я вот закончил, у меня дома вот такой огромный диплом висит, сертификат на стене, вся стена завешана. Я учился у Нога Малиила, самого знаменитого, мудрейшего на то время ученого человека. И очень многими-многими вещами мог бы хвалиться апостол Павел, но давайте мы вместе откроем второе послание к Коринфянам. И во втором послании к Коринфянам в 12 главе мы вместе сможем прочитать с первого стиха, где апостол Павел пишет, не полезно хвалиться мне. Павел пишет, хвалиться мне не полезно, то есть в этом нет пользы, ну, это не приносит какой-то пользы, это не полезно. Ибо я приду к видимым и откровениям Господним. То есть, оказывается, хвала себя, похвала себя или поиск похвалы, это вредит к тому, чтобы потом приходить к откровениям Господним, к видениям. То есть потом это может тебе помешать. Со второго стиха. Знаю человека во Христе, и смотрите, чем хвалится апостол Павел. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, в ней ли тело, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Смотрите, апостол Павел пишет конкретно, говорит, вот таким человеком я могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. И еще одно, когда я только читал первые разы вот это место из Писания, для меня все это было странно. То есть апостол Павел предпочитает для себя хвалиться каким-то человеком, который якобы был на небесах, якобы был на третьем небе, якобы другим потом человеком хвалится, который якобы был в раю. Я хочу сказать о том, что сегодня мы можем по телевидению, в интернет-пространстве, на ютубе найти десятки тысяч свидетельств, как люди там побывали в состоянии клинической смерти, были в раю, рассказывают о том, как они видели Господа, как они видели золотой Иерусалим. Но чаще всего это не производит какого-то большого впечатления на людей. Ну, люди говорят, ну, это там галлюцинос, там делириум, просто какая-нибудь такая вот иллюзия. Кто-то что-то придумал, и люди в это верят. Апостол Павел в это когда-то верил. И вы знаете, на самом деле, я работал в реанимации на протяжении четырех лет, я встречал, ну, пусть, можно так сказать, десятки людей, которые были в состоянии клинической смерти, которые рассказывали, ну, о двух я также могу рассказать очень яркие свидетельства. И вы знаете, когда ты слышишь эти свидетельства, у тебя не остается никаких сомнений, что люди там побывали. Потому что люди оттуда, с неба, ну, когда они побывали действительно в раю, и те особенно, которые повидали Господа, они возвращаются оттуда измененные, абсолютно измененные. Они возвращаются оттуда другие. Ну, в том плане, что это был один человек, он побывал в состоянии комы, вернулся оттуда абсолютно другим человеком. И вы знаете, вот это возмущение. Зачем? Зачем Бог меня вернул сюда? Там намного лучше. И поэтому, потом я не удивляюсь, что апостол Павел пишет, чуть-чуть позже он говорит, смерть для меня, приобретение. Слышите меня? Приобретение. Это то, что я вот на этой земле остаюсь, то это ради вас. А так я бы уже давно разрешился, уже был бы там. Почему? Потому что апостол Павел знает, о чем он пишет. И вы знаете, на самом деле, когда ты разговариваешь с человеком, который познал Господа, и вы знаете, у меня родилась вот такая фраза. Я глубоко убежден, что человек, который глубоко пережил и знает Иисус Христа, ему нечем хвалиться на этой земле. У него на этой земле ничего не остается. За что он мог бы здесь зацепиться? За что он мог бы, или что могло бы удержать его душу? Потому что то, что человек переживает там, на небесах, оно несравнимо. То есть здесь на земле не с чем сравнить. Абсолютно не с чем сравнить. И поэтому апостол Павел говорит, вот таким человеком могу хвалиться. Собой, говорит, не могу похвалиться. А вот этим могу, потому что вот этого человека, который там побывал, его хоть хвали, хоть не хвали, он уже не зазнается, потому что на самом деле это настолько сокрушает. Апостол Иоанн пишет, как он подстричал Иисуса Христа, как он видит Иисус Христа в видении. И вот это прославленный Иисус, у которого ноги подобны Халкиловану, у которого солнце сияет во всей славе, просто лицо сияет во всей славе солнцем. Это ни с чем не сравнить. Словами, вот сегодня я говорю какие-то слова, но я понимаю, что я не могу передать славы Божьи теми словами, которые у нас здесь на земле. И что дальше? Шестого стиха. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Ну да, конечно, если апостол Павел начнет хвалиться тем, что он вообще на то время имел, он будет говорить правду о том, что у него и то, и то, и все, у него абсолютно все было. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, ниже, сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для себя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощь. Давайте мы этот принцип запомним. Кто-то его хорошо знает, кто-то его уже использует, кто-то с ним только сейчас знакомится или кто-то проходит. Сила Господа совершается в нашей немощи. Не в нашей силе, не когда мы сильны, не когда мы готовы там сокрушать, не когда мы просто вот на самом деле, может быть сильны своим интеллектом, может у нас очень высокое образование. Сила Божия проявляется тогда, когда мы немощны, когда мы попияем к Нему, когда мы на самом деле просто познали Господа и понимаем о том, что наши знания по сравнению с Иисусом Христом – это абсолютная суть ничто. Апостол Павел в другом послании пишет, «Все то, что для меня было преимуществом, я все почитаю щитой. Ради превосходства, познания Господа моего Иисуса Христа». Апостол Павел познал, начал получать какие-то откровения, какое-то пленое видение от Господа. И все его образование, все то, что он когда-то приобрел, будучи фарисеем, оно буквально у него на глазах потеряло какой-либо смысл. И потому он пишет, «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть апостол Павел мог на то время сказать, «Я знаю, что я ничего не знаю». «Я знаю, что я абсолютно немощен». Вот он хорошо пишет о том, что знание надмевает, а любовь назидает. Когда ты познаешь Господа, ты познаешь на самом деле любовь Божию. И эта любовь дает тебе настоящее истинное знание. «Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Аминь. Слава нашему Богу. Исходя из этих мест, мы можем прийти к выводу о том, что апостол Павел хвалится тем, что знает человека, который побывал в раю. Он хвалится человеком, который побывал на третьем небе. Он хвалится своими немощами. Еще одно место также написано в этом же втором послании к Коринфянам, в 10 главе. В последних стихах, в 17-18, мы можем прочитать, чем еще хвалится апостол Павел. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Аллилуйя. И вот это истина, знаете, вот это истина о том, что не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И вот задача себе такой вопрос, а каким образом нас хвалит Господь? Вот можно ли найти в Священном Писании места, где говорится о том, что Господь хвалит? И что значит вообще хвала? И вот я смотрел сегодня в Википедии, этимология слова «хвала», она и по сей день неизвестна. Родственные слова – это слава, это прославление кого-либо, это превозношение, и приводит о том, что это видоизмененное, в принципе, то же самое слово, как слава, только слава, хвала – это, в принципе, как выяснилось, такие родственные слова. Слово «антоним». Слово «антоним» – вы удивитесь, как вы думаете, какое? Слово «антоним хвалы» является слово «хула». И вы знаете, я сразу прихожу к такому выводу. Люди, которые не хвалят Господа, рано или поздно начнут его хулить. Давайте мы это запомним. И это я не из головы, вы знаете, просто и так, не просто как-то, как говорят, от фонаря, да? В книге «Откровения» вы потом можете прочитать, что в последнее время хула будет подниматься до небес. Просто вот такая, ну, потому что вот в этом жестком противостоянии, если ты не прославляешься, если ты не хвалишь Бога, ты начнешь ругать соседа, знакомого, власти, начальства, короля, царя, президента, и в конечном итоге ты будешь ругать кого? Ты будешь ругать Бога. Что он во всем виноват? Это и есть хула, по самом деле. И хвалить Бога намного тяжелее. Хвалить Бога, к этому надо прилагать какое-то усилие, потому что это все равно, что подниматься на высоту, на гору. То есть мы восходим на гору преображения, когда мы хвалим нашего Господа. Бог во время хвалы Он возносит наши сердца вот в эту радость, вот в эту славу, вот в эту святость, в это свое Божие присутствие. Спускаться всегда что? Спускаться всегда легче. Ругать кого-то всегда легче. Всегда легко кого-то найти крайним или виноватым, о том, что кто-то постоянно виноват. Но я хочу сказать о том, что в наших жизнях, если что-то негативное происходит, вся первая ответственность, она на нас. То есть я виновен в том, что со мной что-то происходит не то. Я хочу сказать о том, что мой опыт говорит о том, что тяжело прославлять Господа, тяжело быть добрым человеком, добродетельным, человеком, который пребывает или принял решение пребывать в любви. Любить тяжелее, чем ненавидеть. Ненавидеть легко. В театре Станиславского открыли такой феномен. Очень легко играть негодяев. И очень тяжело, практически невозможно. Единицы было таких великих актеров, которые могли сыграть великого человека. Потому что, чтобы сыграть великого, доброго, любвеобильного человека, надо самому быть кем? Надо быть великим. Великим человеком с великой душой. И вот на такие роли находились единицы. Вам это о чем-то говорит? Вы со мной? Вы здесь? Это интересно? Слава нашему Богу! Я хочу сказать, хвалить Господа – это тяжело. Это брань, это битва. За это надо держаться. В этом надо устоять. Но плод, он всегда очень такой благой. Плод Святого Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. Во время хвалы что-то происходит. Смотрите, что происходит во время хвалы. Зачем вообще нужна хвала? Нужнается ли Бог в нашей похвале? Как вы думаете? Вот почему-то таких вопросов не возникает, когда кто-то хвалит нас. О том, что меня начинают хвалить, говорю, ой, говорите, говорите, продолжайте. Вот это мне нравится, вот это хорошо вы сказали сейчас, очень четко подметили. Я хочу сказать о том, что хвала играет колоссальную роль в воспитании детей. Когда мы адекватно хвалим, я как врач-психиатр говорю о том, что когда мы адекватно хвалим детей, из них вырастают в будущем компетентные специалисты. Если мы совсем не хвалим, дети потом вырастают с бесконечными какими-то комплексами, потому что им когда-то не додали хорошей эмоциональной поддержки. Согласны со мной? Ну, это жизненный опыт. Если ребенка только ругать, ребенок вырастает забитым. Просто забитым. Он просто вот на самом деле в этой жизни он нигде ничего не успевает, потому что его никогда никто не хвалил. Аминь или аминь. Слава нашему Господу. Для чего нужна хвала? Хвала Богу на самом деле в какой-то степени, я могу бы так сказать, что Бог не нуждается в нашей хвале. Мы нуждаемся в том, чтобы хвалить Господа. Потому что во время того процесса, когда мы хвалим Господа, с нашими сердцами что-то происходит. Что происходит с нашими сердцами? Вы знаете, это похоже на очень хороший пример. Это пример с женихом и невестой. О том, что сегодня Наталья выходила, говорила, мы не сговаривались. И когда двое влюблены друг друга сильно, это было бы странно, если бы жених хвалил себя. Посмотрю я какой. Просто вот я, вот оба, такие позы попринимал, потом раз интеллект продемонстрировал, потом взглядом свечу затушил, а невеста говорит, а я, а я. И вот этот спор со стороны выглядел бы очень абсурдно. Но в жизни происходит по-другому. То есть невеста хвалит жениха, да? Жених хвалит невесту. Хвалит за своей невестой. Ну, Библия, это Библия, потому что Церковь Иисуса Христа это кто? Церковь Иисуса Христа это невеста Христова. Можете сказать аминь? В Библии так написано, это не я придумал. Иисус Христос для невесты кто? Он жених. И вполне нормально, вполне естественно, когда Церковь Христова хвалит кого? Хвалит своего жениха. А жених со своей стороны, он начинает что? Написано, вознесет в свое время. Жених начинает через какое-то время возносить. То есть когда мы хвалим нашего Господа Иисуса Христа, в этот момент происходит и наше вознесение. То есть Бог видит во Христе Иисусе о том, что вот невеста адекватная, да? Хвалит, восхищается, потому что Иисус Христос это на самом деле. Какую бы мы хвалу Ему ни говорили, это всегда будет недостаточно. Это даже одного процента не будет. Потому что то, что делает Иисус Христос, это всегда абсолютно прекрасно, это всегда абсолютно истинно, это всегда абсолютно мудро. И к этому ничего не прибавишь, от этого ничего не отбавишь. И какую бы мы хвалу не возносили, да, ну вот просто на самом деле. Слава нашему Богу. Именно в этот момент что-то происходит. Ну в мире говорят так. Кукушка хвалит петуха. Ну это мирская поговорка, конечно. Я как-то во время проповеди допустил ошибку и сказал так. Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку. И в зале раздался такой смех, особенно вот Виктор, которого мы потом отлучили от церкви благополучно, потом опять приняли его. Он так хохотал, он чуть не упал на пол. Он говорит, ну петушка хвалит кукуха. Ну такое сказать. Но вот этот обмен, который в мире, ну действительно люди хвалят другого, чтобы его потом похвалили. В духовном мире происходит по-другому. Это знаете, это какое-то благое такое восхищение. Восхищение нашим Господом. Я хотел бы сегодня привести пример самого Иисуса Христа. Смотрите, как жил Иисус. Этот пример очень замечательный. Он написан в Евангелии от Иоанна, 8 глава. Давайте мы вместе откроем. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 28 стиха. Я уже буду заканчивать, потому что у нас сегодня еще трапеза Господня. С 28 стиха. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мной, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Давайте мы будем отвечать сразу. Иисус делал не то, что Ему угодно. Он делал, что было угодно Его Небесному Отцу. Он показывает нам пример. Нам надо стараться делать не то, что нам угодно, или не то, что нам хотелось бы. Мы, христиане, стараемся делать, что угодно Господу. Аминь или не аминь. С 30 стиха. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него, много из иудеев. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И вот это слово свободными евреев зацепило. Не понравилось. Ему отвечали. Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Это евреи сказали в тот момент, когда они были под римским игом. Ну, они были настолько свободолюбивые. Вот это, знаете, на самом деле, свободолюбие о том, что мы не рабы. Ну, пусть они нас завоевали, но мы не рабы. Мы свободны. Мы не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Тот человек, то есть я буквально просто расшифровываю, даю трактовку, который делает систематический грех, есть раб греха. Он не раб Иисуса Христа, он не слуга Господа, он раб греха, и он раб дьявола. Об этом говорит Иисус чуть-чуть ниже. Но раб не пребывает в доме вечном, сын пребывает в вечном. Раб может ненадолго войти и потом оттуда вылететь, через окно. Сын пребывает в доме Господнем вечном. С 36 стиха. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены. Смотрите, какое самомнение. Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем Бога. То они говорили, что у них Авраам их отец, теперь они уже, наш отец это Бог. Иисус сказал им, и смотрите, какой четкий, ясный критерий. Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ишел и пришел. Смотрите, здесь мы четко можем определять, если человек от Бога, если человек получил рождение свыше, он по-любому будет любить Господа Иисуса Христа. Если человек не от Бога, если он не рожден свыше, он по-любому рано или поздно возненавидит Иисуса Христа, возненавидит Его Слово, возненавидит Евангелие, потому что здесь такое написано, такого понаписали о Господе. И просто эта книга будет не для него, и он будет далеко впоследствии от Господа. Иисус дает четкий критерий. «Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Иисус пришел не потому, что Он так захотел. Иисус пришел на эту землю, потому что Бог его прислал на землю. Бог так сильно возубил этот мир, что отдал, слышите, да? Евангелие от Иоанна 3,16. «Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. И смотрите, здесь 44 стиха Иисус Христос говорит им прямо. «Ваш отец кто? Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он, то есть дьявол, был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины». Смотрите, дьявол от начала был человекоубийцей, он не устоял в истине. Когда третий критерий дьявола, когда он говорит ложь, он говорит свое. И эти же самые критерии всех последователей дьявола, всех тех, которые живут в этом мире, к которым Иисус обращался, но они отвергли Сына Божьего и опять вернулись в прежнюю жизнь, возненавидели и в их сердце зарождается какая-то определенная такая ненависть ко всему живому, ко всему человеческому. В этих людях просто пропадает любовь к истине. Они начинают долгать против истины, когда они говорят ложь, они говорят свое. 45 стих. «А как я истину говорю, то не верите мне». Если Иисус будет говорить им, сам Иисус будет говорить им истину, они не поверят Ему. «Кто из вас обличит меня в неправде?» Вы можете, кто-нибудь из вас, сказать, где Иисус Христос сказал неправду или какую-то ложь? Вы не найдете в Библии такого места. «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога?» На это иудеи отвечали и сказали Ему. «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Ну, иудеи приняли решение такое, тактику нападения, и решили его обвинить. Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Смотрите, они его начали хулить, потому что они захотели воздать Ему славу. «Впрочем, я не ищу Моей славы». И смотрите, Иисус Христос в 50-м стихе говорит принцип, тот принцип, о котором мы сегодня говорим. «Впрочем, я не ищу Моей славы». Принцип Иисуса Христа, Иисус, сам Иисус, хотя Он был Господь с неба, Он не искал здесь, на этой земле, Своей славы. Скажи Аминь. Сам Иисус Христос дает нам очень четкий, ясный пример. «Есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали Ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе». А потом, чуть-чуть ниже, Иисус Христос говорит, что это хулана Святого Духа. Когда они начали говорить, что в Нем бес, они начали хулить то, что в Нем, Святого Духа. Иудеи сказали Ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава Моя – ничто». Еще один четкий подтверждающий принцип, «Если я сам себя славлю, слава Моя – ничто». Тот, кто ищет славы, домогаться слава – не слава. Тема нашей сегодняшней проповеди, тема нашего сегодняшнего размышления. «Если я сам себя славлю, то слава Моя – ничто». Меня прославляет Отец Мой. Слышите меня? Когда мы прославляем Бога, Бог прославляет нас. Это нормальный принцип, потому что во время прославления Бога мы просто наполняемся им самим, и автоматически Бог возносит нас на свой уровень. На свой уровень. Если хулим Бога, если хулим власти и начальства, если хулим соседа, что мы делаем? Мы опускаемся. В нас входит сущность дьявола. Мы становимся человеконенавистниками. Бойтесь этого. Это очень опасно. Так недалеко и до хулына Святого Духа. А это непростительный грех. «И вы не познали Его, а я знаю Его. Если я скажу, что не знаю Бога, да, Его, Бога, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой». И вот здесь действительно, Иисус говорит такие удивительные вещи. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой. Он и увидел, и возрадовался. То есть Иисус утверждает в этом месте, что Авраам увидел Его, увидел Его пришествие. На этой неделе мы как раз проходили гору преображения, когда Иисус Христос с учениками вошел на гору преображения. С кем он там разговаривал? Он разговаривал с Моисеем и с Илией. А этих людей уже на самом деле давно не было на земле. Они уже умерли. Умерли уже давно. И Авраам уже давно умер. Но Бог говорит такое слово, да, в Священном Писании. Бог не есть Бог мертвых, но Бог есть Бог живых. Аминь, да. Вот Авраам, Исаак, Иаков, они по сей день живые. А некоторые, живущие на этой земле, уже давно мертвы, потому что они не захотели верить в Иисуса Христа. И умерли заживо. Похоронили себя. И увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи. Они, конечно, были ошеломлены. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Другой перевод говорит, я есмь и егова. То есть Иисус Христос, это вечно сущий, вечно существующий Бог, у которого нет ни начала, ни конца, Он вечно сущий. Он был, конечно же, до Авраама. Он был во время жизни Авраама. Он жил уже тогда, когда Авраама уже не было. Но он говорит, что Авраам увидел меня. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Потому что представление иудеев, это что было? Это было богохульство. Потому что Иисус Христос в этом месте буквально назвал себя Богом. Он сказал, я есмь. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Но почему я это место поднял? Потому что в этом месте Иисус Христос нам показывает настолько яркий, четкий пример, как Он жил. Иисус пришел, оказывается, не потому что Сам захотел прийти, Он пришел, потому что Бог, Отец, Его послал. Иисус пришел не для того, чтобы сделать себе, ну, пропиариться, да, как популярно говорить, ну, сделать себе такой пиар. Иисус пришел не для того, чтобы прославиться на этой земле. Он пришел для того, чтобы прославить Бога. И в тот момент, когда Он прославлял Бога, Бог прославлял Иисуса Христа. Слышите меня? Вот такой очень простой принцип. Поэтому домогаться своей славой не есть слава. Ну, вот славить своей жизнью Бога, да, искать славы Господу, хвалить Его за то, что Он на самом деле реально сделал. Вот сегодня мы прочитали 146-й псалом, мы увидели о том, что как Бог все прекрасно сотворил. Куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни поехали, да, горы, леса, моря, океаны, мы можем посмотреть на это. И это все сотворил Господь. Все дышащее дохвалит Господа. Вся слава, да, ну, просто хвалите. Все дышащее дохвалит Господа. Воистину, на самом деле, все то, что вот на сегодняшний день мы видим на этой земле, это все сотворено им. Посредственно Словом. И еще одно место, которое сегодня, последнее место, которое я хочу прочитать вместе с вами. И потом мы будем переходить к трапезе Господней. Это написано в послании Галатам. В 6 главе, с 12 стиха. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за Христов. Галатам приходили иудеи из Иерусалима, которые якобы верили тоже в Иисус Христа, но на самом деле они только так говорили, чтобы вкрасться в доверие. И потом вот этих обращенных в христианство Галат, они принуждали к тому, чтобы обрезываться и становиться евреями для того, чтобы попытаться исполнить закон. С 13 стиха. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться. Апостол Павел еврей, хотя он и был обрезанным, говорит, я не желаю хвалиться. И чем хвалится здесь, вот в этом месте, апостол Павел? Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. А что значит? А новая тварь. Во Христе Иисусе мы новое творение, древнее все прошло, теперь что написано? Теперь все новое. Мы во Христе Иисусе посредством чего? Посредством креста. Сегодня я могу так же, не то, что я вот ношу крестик на себе, вот этот крест, он в моем сердце. Вот я считаю, что истинный христианин – это тот, кто может хвалиться Христом, потому что вот этим крестом, в духовном смысле, на уровне его сердца, произошло обрезание крайней плоти его сердца, и он умер для мира, и это происходит в момент водного крещения, и мир умер для него. Знаете, я вот просто, если я вот так вот поспоминаю, чем бы я мог бы хвалиться? Я тоже мог бы похвалиться, да, чем-то. И, ну, так, периодически меня спрашивают, там, про мои образования. Я начинаю рассказывать, а потом думаю, господи, что это вообще там я это? И я обычно вспоминаю о том, что я когда-то заканчивал Каргандинский государственный мединститут, да, у нас была знаменитая кафедра психоневрологии, она еще не была разделена по кафедрам. Это была огромная такая кафедра, которая была создана когда-то Абрама Моисеевичем Свядащим. Это величина мирового масштаба, которого когда-то репрессировали из ленинградского медицинского, он там был уже академиком в Караганду, сослали его в Карагандинский лагерь. Когда он отбыл срок, он основал там кафедру психоневрологии. И вот эта кафедра была настолько мощная, да, то есть пришли потом последователи, его ученики, потом его, ну, дети его учеников. Я еще застал этих евреев, и моя супруга также проходила там же специализацию, у Людмилы Степановны Гуровны. Я вот сейчас, я сейчас хвалюсь. Но, вы знаете, просто, когда я вот это осознаю, вот, ну, просто, на самом деле, мне приходится рассказывать эту историю о том, что вот там я обучался вот такого академика, да, потом вот в Россию, там, в Уральском институте гештальтехнологии я проходил психоанализ, там, гештальтерапия, арт-терапия, какие-то там различные такие крутые, какие-то такие психотехнологии, которые я, кстати, сейчас не использую. Не подумайте, что сейчас я вас зомбирую, потому что меня в этом обвиняют, говорит, он использует там какие-то последние там методики. Упаси меня, Господи. То есть от меня уже это давно, как бы вот в какой-то степени отвалилось. То есть эти методы я использую для того, чтобы помочь людям, ну, например, избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, и по сей день ко мне обращаются для того, чтобы человека вылечить от депрессии, от невроза, от какого-то страха. И мы проходили, конечно, мощнейшие специализации у ведущих таких вот, у еврейских специалистов. В реанимации работал в еврейской бригаде, в команде Брандорфов. Потом поехал в Китай на обучение. И вот я считаю, что это Господь устроил, потому что там я успел застать академика Люгуньваня, то есть одного из трех академиков. То есть на весь Китай всего три академика, один из них Люгуньвань, знаменитый переводчик трактата Шанханлунь. Застал. Всех этих академиков сегодня нет, они умерли. Я подумал так вот недавно, просто размышляю над этим, могу ли я этим хвалиться. Но я думаю, что для этого мира есть смысл, что я бы рассказал о том, что вот я там такое образование получил, там западное, там китайское, восточное. Я этим в какой-то степени горжусь. Мне приятно, что я застал. Эти знания мне помогают. И потом я, знаете, подумал так. В Библии написано, что там на небесах знания, они что? Они упразднятся. И вот мои знания там на небесах, они вообще не нужны. Вообще никому. Ни Богу, ни людям. Потому что там, если вы прочитаете 22 главу книги Откровения, мы войдем в Иерусалим, там дерево жизни, и там листья для исцеления народов. То есть вот люди почему-то верят, что есть какая-то панацея от всех болезней. Я хочу вам сказать авторитетно. Такая панацея есть. Она существует, но она там. Она там на небесах, она у Иисуса Христа. Потому что сам Иисус Христос, это вот и есть оно, дерево жизни. И с него мы будем снимать просто вот эти листья для исцеления, принимать и мгновенно исцеляться. Вот я в это верю. Почему? Потому что для Бога вообще нет ничего невозможного. И у Бога это есть. А здесь на земле, просто мы это видим как бы вот так вот. Какие-то какие-то вот такие остаточные какие-то. Вот там можно что-то пособирать, какие-то травки там что-то смесить. Это будет лишь слабым отголоском того, что мы можем получать во Христе Иисусе. То есть я сегодня просто вот на самом деле не могу хвалиться своими знаниями. Потом я вспоминаю о том, что спортивная у меня карьера. И вот здесь вот просто, знаете, я вчера смеялся, когда Бог со мной вот так работал. Я смеялся над тем, что раньше на самом деле, когда я был тренером, и там я проходил, например, и опять же здесь в какой-то степени мне повезло, что я застал таких мега тренеров. Я тренировался в Караганде у знаменитого Гоши Лутошкина. Это чемпион мира по карате Шатакан в того времени. Чемпион мира, можете себе представить? Такая махина. Ну просто вот реально человек, который ломал там каменные такие, ну серьезные плиты, головой руками разбивал. Его все боялись. И только вот так скажешь, а я у Лутошкина занимаюсь. И это производит уже вот такое. А почему вы сегодня не говорите, а я в Иисуса Христа верю? Почему это не производит вот такое действие? Почему-то вот, если мы называем какого-то криминального авторитета, в мире это срабатывает. Если мы называем сегодня авторитетное имя Иисуса Христа, что я знаю Иисуса, в мире это не производит практически никакого воздействия. И это, конечно, очень печально, потому что мы живем в последнее время. Я вот размышляю, Бог надо мной вот так работает. То есть вот просто, если рассуждать логически, вот чем я раньше хвалился? Ну раньше я шел по городу, ученики, когда меня узнавали, они меня, ну они просто приветствовали, они мне кланялись. И вы знаете, где-то, ну где-то мне это было приятно. То есть я иду, ну вот человек поклонился, ну я нормально, ну ученик, учитель, просто, потом я сделал карьеру там, ну просто это, кикбоксинг, бокс, тайский бокс, рукопашный бой был тренером, тейквондо потом пошел. И вы знаете, это все было как следствие того, что когда-то получил хорошую физическую подготовку и просто везде очень хорошо успевал. И потом я вот просто вот так, размышляя на эту тему, я у себя спрашиваю, так, а могу ли я этим хвалиться? А чем хвалиться-то? Хвалиться тем, что я избил уйму народа публично? Избил уйму народа публично, да? И приду до небеса, и Господь меня спросит, ты что сделал на земле? А я там бил, короче, там, ну вот, сколько там избил? Ну, сотни, я не считал, сотни избил публично. Мы договорились. Вы знаете, вот абсурдность ценности этого мира. Ценность этого мира заключается в том, что если вот 20 человек согласятся бить друг друга, вот публично на какой-то арене, согласятся до такой степени, что могут даже убить, могут сделать человека инвалидом, и тебе за это ничего не будет. И мир этого просто в каком-то восторге, и потом выходит какой-то чемпион, который всех побил, кому-то череп проломил, а кого-то, может быть, даже вот, ну, в реанимацию отправили, и неизвестно, он выживет и не выживет. И мир вот этих людей уважает, почитает. И потом этот человек может вот так выйти и хвалиться. Я чемпион. Чемпион. Чем ты хвалишься? Тем, что ты на самом деле кого-то искалечил. Библия называет это, что? Просто епископ должен быть одной жены муж, не пьяница и никто, не бийца. Бийца это кто? Это тот, который бьет. Бьет свою жену или бьет какого-то другого человека. Я так про себя, мне, знаете, как стало стыдно? Мне стало стыдно от того, что я когда-то бил людей. Просто, ну, хотя это было, это же было по договоренности, то есть он захотел, чтобы, ну, мы договорились, мы будем драться, ну, вот, ну, ты меня изобьешь хорошо, я тебе изобью тоже хорошо, да, ну, кто кого, да? И вот мы согласились, и мы, ну, и давай друг друга бить там, ну, вот просто, вот, сегодня я воспринимаю это как какое-то безумие. Вот сегодня, для меня это на самом деле это просто какая-то чета. Но чем я могу сегодня хвалиться, да, вот, ну, на самом деле в Господе? Я могу просто так же пойти по пути апостола Павла. Я подумал, что за всю мою христианскую жизнь, то есть я с 91-го года верующий человек, и с 92-го года я уже активный проповедник, который уже на самом деле, ну, то есть я проповедую каждое воскресенье как минимум, да, на протяжении вот этих 27 лет, 26-ти лет. Я подумал, что чем я могу действительно похвалиться сегодня, это тем, что я знал вот таких людей, вот таких ребят, да, как апостол Павел, то есть я встречал людей, которые побывали там, и для меня это было такое восхищение, то есть у меня на сегодняшний день нет никакого сомнения о том, что рай существует, что Иисус Христос существует, потому что я видел людей, был лично с ними знаком, с людьми, которые лично видели Иисуса Христа. И вот это, знаете, это непередаваемое, то есть то, что они мне рассказали, да, то, что вот на самом деле, ну, вы можете просто зайти на YouTube и просто вот свидетельство людей, которые повстречали Иисуса Христа. И вот это преображение, может быть, в следующий раз я опять же покажу вот этот клип, где из бывших алкоголиков наркоманов, преступников становились пастыря, какие-то видные политические деятели, какие-то видные бизнесмены, которые за несколько лет просто их Бог поднял. Почему? Потому что они приняли решение славить Господа своей жизнью. Слава нашему Богу! Я могу сегодня хвалиться тем, что вот, ну, на самом деле, просто как апостол Павел как-то с годами начинаешь понимать о том, что мое мышление, моя система ценностей, она поменялась. Раньше я искал себе, знаете, вот как-то это, я думаю, это человеческое чистое. Я искал к себе какого-то особенного отношения. Почему? Потому что в этом мире, когда я жил в этом мире, меня к этому приучили. Меня приучили, что я особенный человек. Ну, в том плане, что я был чемпионом, я был тренером, меня боялись. И я привык к тому, что люди, некоторые люди передо мной просто преклонялись. И когда я приезжаю сюда, в Болгарию, а тут меня люди не знают, да, и я жду к себе особенного отношения. И Бог мне открывает, а что именно? Почему? Тебя здесь никто не знает. Почему ты ждешь тебе особенного отношения? Ты кто такой вообще? Кто ты здесь? Что ты сделал для болгарской нации? Что ты сделал для болгар? Ну, покой еще, ну, там вылечил, там несколько десятков человек, ну, слава Богу, да. Ну, там кого-то покаял, кого-то привел Богу, и слава Богу. Но в основном хвалиться пока еще мало чем. Я про себя, получаю для себя такой, знаете, посыл, который говорит о том, что я не хочу быть больше человеком, который ждет к себе особого отношения. Я хочу быть человеком, который имеет особое отношение к людям. И Бог мне напоминает такую историю. Когда я его веровал в 25 лет, я был студентом медицинского института, и Бог мне дал такую сильную любовь к людям, что я ходил к людям, заглядывал в глаза, говорил людям о Боге, рассказывал о Христе, говорил, как вас сильно любит Иисус, как же вас сильно любит Иисус Христос. Вы знаете, Бог что меня побудил? Ну, мы, когда на кафедру какую-то заходим, там лекционы, залы, там может сидеть огромное количество студентов, я каждому, ну, в основном, мы здоровались, да, с парнями, и я входил в такую возрастную категорию, потому что в основном это были студенты, которые поступали после школы, и всего лишь несколько человек, которые поступали туда после армии, после там завода, после определенной какой-то медицинской практики, после того, как поработал в больнице. Я был вот такой более возрастной, но, казалось бы, ну, я мог бы вот так ждать к себе особого отношения, что люди ко мне будут подходить, там студенты, там более молодые, там будут меня как-то вот так, но я сам, вот я шел по рядам, и я здоровался, я здоровался так, то есть я брал руку, руку студента за две руки, вот так кланялся ему, знакомился лично, спрашивал, какое имя, запоминал это имя, потом через какое-то время интересовался его жизнью, ну, то есть расширял круг своих каких-то приятельских таких отношений, и знаете, что Бог мне показал, где-то, я точно не могу сказать, может быть через месяц, может быть через два, то есть поначалу это было вот такое холодное приветствие, то есть студенты меня приветствовали, там, ну, вот кто-то вот так руку протянет, там, ну, привет, там, иногда это были холодные какие-то рукопожатия, иногда еле-еле, вот, ну, такая вот, такая ручоночка, иногда было крепкое рукопожатие, но одной рукой, иногда это было дистанцированное где-то через два месяца вот люди начали вот эти студенты которые стали уже мне друзьями да они стали стал со мной здороваться так же как я то есть вот то есть они поворачивались ко мне также кланялись мне и мы вдруг не дар взорвались вот так двумя руками с некоторым и мы просто даже немножко так приобнимались но вот эти отношения они начали укрепляться и это вот начала распространяться как такая знать хорошая такая закваска да как иисус христос говорит закваска царствия божия люди начали узнавать о том что ты почему такой ты почему так тепло здорово ты почему улыбаешься ты почему не куришь ты почему не матерись и они начинали узнавать о том что я стал христианином ну некоторые подумали что я просто сошел с ума да ну какая-то часть уверовала вот ради них все аминь или не аминь да ради того чтобы кто-то ну как небеса радуется даже об одном качестве грешники если хотя бы один из них покаялся уже не все напрасно через какое-то время уверовал мой самый хороший друг да александр прочаков и тоже начал ходить вместе с церковью потом со мной потом пошел начал ходить другую церковь потом еще один уверовал потом еще один уверовал но я помню что все начало началось с моего особенного отношения не с того что я ждал когда ко мне начну хорошо относиться и наконец дождался мне не дождетесь слышите меня не дождетесь будьте людьми особенного отношения не ждите что вам люди начнут улыбаться улыбайтесь не идите что люди начнут вам звонить звоните сами не идите что вас кто-то начнет гладить по голове там обнимать или говорить какие-то прекрасные слова улыбайтесь обнимать и говорите прекрасно слова своим близким своим соседям расширяйте вот этот круг воздействия любви иисуса христа и пусть для нас вот этот крест он не только на шее у нас просто вот висит да давайте им хвалиться о том что на этом кресте произошел полный обмен помните да что произошло бог забрал мой грех и дал мне свою святость бог забрал мои болезни аминь и дал мне свое абсолютное здоровье бог забрал мою смертность и дал мне вечную жизнь в тот момент когда я исполняю заповеди мы мы сегодня это его мы сегодня это читали иисус христос обещает что мы будем видеть жить вечно те которые исполняют же будут жить вечно бог забрал нашу проказу он забрал наши какие-то вот такие проклятия да и дал вместо этого нам свои благословения может быть у кого-то там до сих пор что-то еще не срабатывает да то что вот последствия какие-то да какой-то оккультной деятельности там бабушка там гадала да и до сих пор ощущаете что какая-то вот просто ну вот просто напасть что-то такое преслебует я вам просто советую глубоко покайтесь узнать что такое покаяние покаяние это не то что вот человек поплакал вот раскрывался в чем-то и потом пошел и дальше грешит покаяние библия называет покаяние это обращение от мертвых дел к вере в живого бога это когда ты поворачивайся от греха и говоришь богу бог прости меня я больше не буду делать этого никогда я по крайней мере постараюсь твоей силой твоей благодати сам не смогу но вместе с тобой смогу потому что если ты святую я также буду святой я буду освещаться твоей драгоценной крови я буду уповать на тебя не свои силы сам я не мощный сам я ничего не могу мы ничего не можем написано сделать без господа иисуса христа аминь или не аминь слава нашему богу давайте мы будем переходить к трапезе господне я хотел бы брата антона и брата андрея мне сегодня помочь я хочу еще раз предупредить о том что в трапезе господне в причастии принимают участие в оцерковленные люди те которые приняли водное крещение когда-то те которые были как вот сегодня мы читали распяты для этого мира и благодаря этому кресту мир распят для него те которые имеют членство не имеют каких-то таких серьезных замечаний не отлучены от церкви те которые вот сегодня посмотрели свое сердце сердце не осуждает вот если осуждает можно тут же покаяться исповедовать и кровь иисус христа очищает нас от всякого греха так слово божье говорит а мы ли сосветились очистили чувствуйте что в сердце хорошо мир благодать значит я имею полное право сегодня причаститься в знак того что я являюсь частью тела господне аллилуйя по нашему господу